Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я делаю пересадки пиларгоний вот таких черенков 350 мл стаканчик, ей уже здесь тесно в новый объем черенок уже цветет листьев у него много хороший кустик, чтобы он дальше хорошо, комфортно развивался, ему нужен новый объем. Вообще, пиларгония такой цветок, который не сильно требовательный к большим объемам грунта. Вот плющелистные, да, любят побольше объем в основном, чтобы они хорошо разрастались крупные кусты. Насчет зональных видов пиларгоний в принципе подойдет вот такой горшок полтора литровый на первое время точно мы его пересадим и где-то полгода, наверное, до следующего лета он будет там хорошо себя чувствовать вот смотрите друзья вот такой кустик ну он просто большой для такого объема полтора литра вот когда будет такой куст можно будет делать следующую пересадку в объем чуть больше а до этого времени они будут расти вот в таких горшках значит в этом видео я покажу два способа пересадки вот и какие нюансы необходимо учитывать при этом первый способ показываю, друзья это с закрытой корневой системой пересадка перевалка так называемая значит грунт у нас состав 10% вермикулита все остальное у нас торф более подробный видеоролик про состав грунта весь разбор есть на моем канале предыдущий видеоролик теперь мы набираем горшок черенок достаем со всех сторон прижимаем легко достается вот вот такой удобный способ пересадки важно чтобы торф был предварительно промочен чтобы он не был совсем сухой и сыпался потому как его будет тяжело пролить потом перед тем как мы мешаем мы мешаем этот грунт и немножко поливаем водой если он был в упаковке уже пересушенный такое часто бывает торф в принципе можно не бояться сильно его утрамбовывать потому как он сам по себе его структура он очень такой воздушный пушистый корешок там будет хорошо развиваться все мы пересадили в новый объем теперь на данном этапе здесь необходимо полить буквально 100 грамм и смотрим по погоде пеларгония это такой цветок который не любит переливов он переносит в принципе засуху это засухоустойчивое растение вот но сильно перелить нельзя потому как корешок может не справиться с этим объемом влаги начнет подгнивать поэтому буквально 100 грамм воды вот на такие полтора литровые горшки мы просто поливаем и следующую следующий полив уже смотрим по состоянию грунта можно будет повторить я думаю дня через 4 через 5 если погода такая жаркая вот еще можно добавлять в грунт удобрения например осмокот который будет действовать на протяжении 6 месяцев ну сейчас в зимний период я такого не делаю так как я буду кормить просто наблюдая по растению во первых торф у нас заправленный в нем есть первые необходимые микроэлементы для растения вот ну и соответственно другие подкормки в основном это фосфорные подкормки для корневой системы так как в зимний период у нас куст зеленую массу практически не растет ему азот практически не нужен в этот период еще друзья один момент хотел бы в этом видео уточнить значит на примере более простого сорта пеларгонии хотел вам показать вот такая у нас белая махровенькая разберем ее допустим мы получили какой-то новый сорт в свою теплицу ну допустим в магазине где-нибудь или на рынке увидели понравилось купили и занесли в теплицу и чтобы не заносить различные заболевания вредителей которые часто на них могут сидеть особенно белокрылка может сидеть необходимо сделать обработки этого растения и пересадить полностью весь этот кустик без грунта который в нем есть потому что грунт очень часто может быть зараженный и с вредителями и с заболеваниями вот мы пересаживаем его в свой грунт для этого нам необходимо полностью освободить корневую систему первый способ я показал это просто перевалка чуть больше объем и растение дальше растет но если растение плохо растет например на протяжении длительного времени то вообще как бы стоит поменять полностью грунт потому что причина может быть именно в нем кислотность неподходящая неподходящий состав очень тяжелый плюс зараженный плюс в нем уже нет никакого питания для растения то есть много причин и всегда очень полезно заменить грунт то есть вообще полностью открытую корневую систему пересадить мы берем черенок если первый способ можно не удалять бутоны так как мы не повреждаем корневую систему то при этом способе бутоны надо удалять растение не справится они не будут продолжать цвести оно их само потом со временем сбросит поэтому смело мы можем их удалить остается такой кустик вот и еще здесь можно удалить немножко лишнее и сделать верхние прищипки чтобы растение направило свои силы на развитие корешка в новом месте оставляем примерно вот так теперь мы достаем и весь грунт убираем максимально насколько это возможно не боимся повреждать корень корешок все равно нарастет убираем максимально насколько это возможно далее мы берем этот корешок разводим раствор какого-нибудь фунгицида лучше всего я пользуюсь привикур 3 мл на 2 литра воды разводим такой раствор и замачиваем корешок в этом растворе это хороший препарат который защищает от различных заболеваний и после этого мы делаем уже пересадку если привикура нет то хотя бы хотя бы фитоспорин набираем набираем уже новый грунт ну это я просто для примера показываю друзья и просто пересаживаем корешок хорошенько прижимаем и делаем полив это был второй способ пересадки растений с открытой корневой системой обратите внимание друзья что такой способ для растения может быть более болезненный вот но пеларгония это растение живучее и оно может подбрасывать нижние листья некоторые будут пожелтение это нормально пусть оно само сбрасывает но потом новые побеги которые растут маленькие зеленые они дадут новый пышный куст и он уже будет более здоровый в хорошем составе новой почвы если видео понравилось друзья поставьте лайк подписывайтесь на канал а также хочу напомнить что у меня есть инстаграм вконтакте где вы тоже можете подписаться добавить меня в друзья там тоже много чего полезного на этом я с вами прощаюсь всем пока 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 Продолжение следует...